Всем привет дорогие друзья, с вами снова Зарбабай, и сегодня мы с вами посмотрим игру, которая называется Эльзис. Это кооперативный сетевой хоррор по мотивам книг Говарда Филлипса Лавкрафта. Игра вышла 20 апреля этого года в ранний доступ, кого игра заинтересует, то ссылочка будет как всегда в описании под видео. У нее смешанные отзывы, посмотрим что она себя представляет. Можно в принципе играть в одного, можно присоединиться к какому-нибудь охоте, но мы будем играть в одного. Русского языка к сожалению нет, но судя по настройкам, если зайти и изменить язык, то русский язык должен быть добавлен. Пока их всего лишь два, это испанский и английский. Поехали, посмотрим что она себя представляет. Буду очень радовать вашим лайкам и комментариям, но мы начинаем. Начинается охота. Так, можно вот тут выбрать получается персонажа. Ага. Культист. Возможно тоже культист. Но мы себя скорее всего опять таки видеть не будем. Ой, как все плохо сделано. Очень плохо сделано. Да пусть будет такой. Все остается как есть. Вот, я нажал просто сетевой. А мы с вами пойдем в одного играть. Так, что у нас тут? У меня почему-то есть ухо. Начать миссию. Культист. Какая-то лодка. Но это вот как раз до четырех игроков. А я играю и один, поэтому... Давайте потихонечку начинать миссию. Как тебе начать? Миссия культист начина. Так, я на каком-то острове. У меня есть ухо. У меня есть глаз. Что значит ухо? Может быть это я шумлю? А что у меня глаз покраснел? Я что-то увидел? Типа я в тени, меня не видно. Пока непонятно, как работают глаза и уши. Но я предполагаю то, что красный глаз, это значит меня видно. А ухо, значит меня слышно. Так. Я могу как-то с этим взаимодействовать? Так. На Е получается брать. Это какой-то камень. Так, а можно как-то его выключить, фонарик-то? Так, у меня либо книга... Либо фонарик. Могу и то потушить. Так, тут, конечно, бы перевести. Ой. Попробую что-нибудь сейчас сотворить. Какое-нибудь чудо с переводом. Потому что тут все очень плохо. Слушайте внимательно, мои преданные последователи культа. Ваш священный долг – изгнать мерзость, которая манит этих слабых существ на проклятый остров. Чтобы достичь этой цели, вы должны найти разрозненные страницы почитаемого Тома Ордена. Книга обладает способностью излучать зловещий свет, когда одна из ее страниц находится рядом. Ваша задача – найти все страницы и восстановить книгу в ее полном виде. Чтобы мы могли использовать ее мощь и победить отвратительное существо, которое обитает в этом месте. Не подведите меня, ибо последствия нашей неудачи действительно ужасны. Ну, хорошо. Хорошо. Так, я тогда пока уберу. То есть, получается, если я буду ходить в страницу, она будет как-то подсвечиваться. То есть, мне надо с ней ходить. Ага. Нет, тут надо сначала с фонариком ходить. Текста, конечно, получается много, но не страшно. Переведем. В темных глубинах проклятого леса, где завеса между мирами тонка, сущности, выпущенные из портала пустоты, извращенными махинациями культиста, теперь бродят на свободе. Некогда мирные островитяне были безжалостно убиты, и земля погрузилась в хаос и отчаяние. Многие из этих мерзостей чувствительны к свету. Их древние формы непривычны к блеску солнца или мерцающему сиянию фонаря. Используйте это знание в своих интересах, ибо во мраке они ослаблены и уязвимы. Но будьте осторожны, ибо среди них есть те, кого тянет к свету, как мотыльков на пламе, и они ни перед чем не становятся, чтобы присвоить его себе. Таким образом, пользуйтесь своими фонарями с осторожностью и мастерством, ибо они вполне могут оказаться вашим величайшим оружием против ужаса, который сейчас скрывается в тени. Изумрудные искры, исходящие от вашего фонаря, помогут вам определить, сколько осталось масла. Будьте бдительны и пополняйте его до того, как погаснет последняя искра, ибо в темноте даже самые храбрые воины становятся невидимыми для существа, прячущихся в тени. То есть, подожди, тут еще есть масло. А как я его должен заполнять? А здесь что? Соберите в свои флаконы проклятый Ихор, излеченный из истерзанных тел мутировавших жертв, культиста. Пролейте алую эссенцию на священные алтари, призывая их к силу для создания мистических кровавых сфер. Эти сферы, однажды освещенные, вознесутся на вершину пирамиды, святилище злонамеренного искусства культиста. Там сферы сольются во врата в потустороннюю пустоту, предоставляя проход для противостояния темной сущности, которая призвала потусторонних существ. Углубитесь в жуткий лес, где завеса между мирами тонка, охватка культиста сильна, и на эти средства изгнать ужасы, которые угрожают поглотить наш мир. Великий культист, неорлагат, пятого ранга высшего ордена. Окей. Панарик пока выключим, потому что непонятно, как его заправлять. Что-то мне уже становится страшно, да? Мы только начали, а уже становится страшновато как-то. Одному ходить по этому страшному лесу. Ну, я все-таки надеюсь, что... Пока еще безопасная зона. Так, я могу сесть. Я стал бесшумный, и мне не... А, я на ветку наступил, ты смотри. Что-то... Все-таки непонятно, что означает глаз и ухо. Я либо кого-то слышу, либо я ничего не слышу. Либо это мое, либо это не мое. А вон, смотри, бегает. О, она там вдалеке, в кустах. В общем, нам надо, получается, собрать страницы. Книги. Охота началась. Спасибо. Ну, я уже вижу какую-то домушку. А у меня есть какая-нибудь карта? Карты никакой нет, да? Непонятно, куда идти. О! Это одна из страниц? Да? Непонятно пока. Ну, я пока только вижу одну домушку, куда можно сходить. Тут тварь, конечно, лучше обойти. Потому что непонятно, она от чего работает. От света моего сработает. Едите твы налево, беги! Фух. Ну, я смог убежать. Это уже плюс. Ну, и смотри, получается, фонарь-то не подистывал никак, да? А, так. А, смотри, тут подсвечивается одна из тридцати. Это мне надо собрать тридцать страниц? Класс. Ну, плохо, что у меня карты нет. Я, в принципе, получается, спрятался. Вот там еще один обитает какой-то странный. Ну, я тогда пошел. Ну, я тогда пошел. Что, в том месте. Значит, там должна быть эта страница, что ли? Так выходит. Так, пока вообще непонятно. Но нам говорилось о том, что книга подсвечивается, когда рядом находится какая-то страница. Но у меня нет желания туда идти. От одного я не успею бежать, а тот еще непонятно, работал на него в фонаре или не работает. Потому что на кого-то работает, а кого-то, видите, он, получается, наоборот, приманивает, как мотылька на этот фонарик. Вот этого первого, скорее всего, приманивает. Раз он за мной бежал и никак не хотел убегать от меня. Так, вот я приживаю, получается, еще одну домушку какую-то, да? Но ничего не подсвечивается, кстати. Грибочки съедобные? Нет. У меня, кстати, непонятно, есть ли у меня здоровье. Есть что-нибудь здесь? Здесь ничего нету. Так, подожди, а что что-то не подсвечивается она? Я нашел еще две целых страницы. Может быть, она подсвечивается, когда враги рядом? Давайте я достану на всех случаях ее. Ну, смотри, страницы, получается, могут вообще валяться где угодно. Непозвольте, что они должны быть возле каких-то зданий. Я вот нашел первую прям сразу на камушке. Насколько большой еще лес, тоже пока непонятно. Нежелательно, конечно, бы врагов увидеть на расстоянии. Вот там еще что-то непонятное. А еще было бы удобно посмотреть, сколько у меня там масла. Вот уровень масла я вообще не вижу. Как это работает? Так, это чья-то типа рука. Ну да, какой-то человечек. Ну, лес, наверное, все-таки большой. 30 страниц, конечно, искать это то себе удовольствие. Хотя нам, конечно, осталось на те 27. Но все равно это очень много. Так, я вижу еще одну домушку. И врагов пока я не вижу. Так, загорелось. Так, еще одна страничка есть. А, нет, смотри, все-таки, получается, подсвечиваются на странице там. Странно, непонятно. Надето-то почему две не подсвечивалось. Ну, большой дом не факт, что там еще безопасно. Потому что враги могут быть и внутри. Так, ну давайте, наверное, использовать фонарик. Кто-то здесь ходит, да? Ага. И мой разум постепенно сходит с ума. Ладно, пошли пока наверх. Я так понимаю, тот вылезти никак не может. Он просто там торчит. Иди ты, твой налево. Фу, блин. Тварь. Это не берешь? Что-то я нашел, да? Сюда я не могу пройти? Странно, ну ладно. А сюда? Тоже не пускают. Так, вот еще одна страница получается. Больше носить не могу, да? А что, не ломаются, что ли? Я так понимаю, это как раз моя заправка. Вот эти вот кольца зеленые. Это как раз, наверное, возможно, заправка фонаря. Потому что то я их беру, то я их не могу взять. Что-то слишком много фонариков. Да, видишь, сколько получается много-то. Но тут что-то ничего нету. Тут пусто. Видать, основное получается... Как раз там где-то от тварь. Что-то я подбираю, а что подбираю, непонятно. Я могу посмотреть инвентарь свой? Нет. Какого дверя у меня нету? Что я подбираю, непонятно. Что-то там для ритуала. Так, включай фонарик. Так, садись на картаны. О, там офигеть, тварь. Что получается? Где книжка-то? Здесь получается все. Шесть собрали. Ну, значит, там с вами выходим. Вот про это я и говорил, да? Что не обязательно, что дом будет безопасен. Я предлагаю, наверное, пройтись вокруг. Это же какой-то все-таки остров. То есть у него есть... Конечные точки. Пройдем вокруг острова. Все, что сможем, пособираем. А потом уже тогда пойдем куда-то в центр. Вглубь. Может быть, какие-то нам там горы будут мешать. Непонятно. Конечно, то, что карты нет, вот это плохо. То есть ты не понимаешь. Где ты был, где ты не был. Потому что лес, он же такой. Ты можешь спокойно заблудиться и потом не помнить, где тут выход, где тут вход. Так, я вроде не на картонах, да? Вроде нет. Так, ну давай-то с книжкой ходить. Я собрал уже шесть, получается. Осталось каких-то 24 страницы. Фух, всего лишь-то фигня. Ну пока что-то еще примечательного я тут не вижу. О, нашел. Еще нашел. Какие-то домушки. Там ничего вроде бы нет. Ну тут какая-то хоть живность обитает. Ё-моё. Вот это ты, конечно, орешь. Я сейчас думал, он, знаете, как мутирует. Он начал так шею задирать, что я аж начал пугаться. Так, ну тут что-то, получается, есть. Так, вот еще заправка, получается, для фонаря. Но у меня все полное. Так, какую-то нажал мензурку. Но зачем она нужна? Пока непонятно. Так, ну что получается по страничкам? Что-то еще должно быть. Ну, давайте это искать. Ну, возьми. Ну, возьми, не стесняйся. Пока не требуется. Все? Да, здесь все. Я начал уже девять. Девять это хорошо. Непонятно только, для чего мензурка нужна. Осталось найти двадцать одну страницу. Страничку. Вообще без проблем. Пошли дальше искать. Ну, опять-таки, получается, все-таки еще там было что-то. Но там очень много тварей, которые просто ходят и не дают ничего нормально сделать. Вот это вот хруст непонятный. Я думал, что он все ломает. Реально думал, что он все ломает. Можно подняться? Да ладно. Да ладно, можно подняться. А зачем? Может быть, я таким образом смогу от кого-то спрятаться? Как вариант. Ну, будем иметь в виду, что на упавшие деревья можно забираться. Так, ну я здесь был. Правильно? Давайте наверх залезем. Так, опа. Ну вот и где. В том месте? Или где-то здесь? Нет, тут исчезло. Значит, все-таки в том месте. Ну, тут что-то подходящего я не вижу. А вот там какая-то домушка точно была. Вон она стоит. Ну, странно, до сих пор не подсвечивается. Подсвечивалась почему-то именно там. Вот, тут снова подсвечивается. Это какая-то церковь. И старое кладбище. И опять олень. Пипец, у них страшный звук. Вот серьезно. Жесть какая. Какая жесть. Ай, блядь. Фух. Твою жди. Вот это было очень страшно. Вот это было реально очень страшно. Фух. Так, это что? Не знаю, смогу ли тут перевести. Мне нужен нормальный свет. Вот это было прям полная жесть сейчас. Скример полный. Ах. Фу. Зараза. Он шепчет в стенах. Должно быть, это бог сошел, чтобы спасти нас. Я наконец-то слышу хоры наших ангелов, поющих прекрасную мелодию. Эхом, отдающийся в наших мозгах. Звук режущего ножа. Через мой череп это чудесно. Я отчетливо слышу, теперь мой нож, принизающий мои глаза, очень медленно опускается. О крови, капочной мои зубы. О смехе моего друга. Здесь, в этой церкви, находится хор ангелов. Какой прекрасный момент для того, чтобы записать мой последний. За мгновение до моего вознесения на небеса. Бесконечные муки. О бесконечной пустоте. Забери меня под покров своего безумия. Одинаковый? Да, одинаковый. Фу, конечно жесть напугал. Две мензурки. Зачем мне две? Да возьми ты страничку-то. Еще можно почитать страничку. Это последнее, что я могу сделать. Все, что я могу сейчас сделать, это записать все, что происходит здесь, на этом острове. Мы собирались здесь, в церкви, те из нас, кто еще жив. Нас что-то преследует, как говорят люди здесь, в церкви. Они говорят о чем-то таком же большом, как деревья, которое бегает по лесу и хватает людей. Я сам не верю в эти вещи. Я верю только в то, что логично. Все эти разговоры, естественно, заставляют меня содрогаться. Они все дураки. Я единственный, я единственный, кто все еще в здравом уме. Голос в моей голове говорит мне открыть эти двери, чтобы доказать всем из них здесь то, чего нет снаружи. Я должен снять с себя плоть, чтобы доказать им, что бога нет нигде, даже внутри нас. Я должен закрыть глаза и рассмеяться им в лицо, чтобы доказать им, что пустота слушает. И не терпится выколоть себе глаза. Я просто жду подходящего момента, чтобы напугать их всех. Эти дураки. Да уж. Никого, говорит, нет, да? Решил выколоть себе глаза. Молодец. Не берет, кстати. Не берет. Здесь все. Ну, вот там что-то еще есть. В общем, будем идти от объекта к объекту. Я собрал уже 10 страничек. Хорошо. Книга как компас получается. Это маяк. Это маяк. И По идее, я пока видел только двух тварей, которые ходят по острову. И одна тварь, которая в доме. Вот та, которая в доме никуда не пойдет. А вот эти двое ходячих, конечно, да. Они мешают. Плюс, скорее всего, там еще какая-то есть страничка. Я, конечно, попробую забраться потом на маяк. Да тут дофига для пополнения ламп там. Я спал, и вдруг дверь в коридор распахнулась настиж. Многовенье спустя я почти уверен, что слышал шаги снаружи. Но не человека, а у животного. Животное. Животное. Полной ярости. Голодный онк. Что за онк? Наверное, неправильно перевели. Ну ладно, онк так онк. Так, еще какой-то один камушек. Ага. Ну я, в принципе, его вижу. А, это щупальца. Я хотел почитать странички, но мне, походу, не дадут, да, почитать? А можно как-то тебя зажечь? Ага. Сюда нельзя залезть. Ладно. Так это меня, что ли, бьют или что-то не могу понять-то? Жалко, что он не берет с собой странички. Я, конечно, попробую сейчас перевести. Старый маяк. Пока он не построен. Шум маяка и волн создают идеальное настроение. Для этой пьяничной ночи я не буду тратить больше времени на врагов, которые заставили меня забыть о своих чувствах, потому что этот человек отправился на джихад. Никто не замечает, что... Ага, ага, ага. Понятно, все. Ничего не переведено. Что-то там с маяком связано. Ладно, я пошел. Я ж там все закончил. Да. Ну, можно мне вернуть рассудок? А, они за мной ходят. А, вот так и умирают, да? То есть я взял какой-то камень и все, да? И они меня просто преследуют. Интересно, где начну? Все, с самого начала предлагаешь мне начать, да? Непонятно пока. Ну, давайте попробуем еще раз. Ну, опять-таки, посмотрим. Только если я начну прям конкретно с самого начала, то я, конечно, продолжать не буду. Мы на этом закончим с вами серию. Если я остановлюсь с теми же предметами, которые уже нашел, то это другой разговор. Да? Рыболюд. По-моему, я начал в каком-то другом уже месте. Да, место абсолютно другое. И у меня при этом нет ничего вообще абсолютно. Может быть, мне предлагают дойти до моего того тела? Да, у меня сейчас, получается, вообще реально ничего нет. Ни книжки, ни фонарика. Я вообще в другом месте появился. Это 100%. Так, это мы с вами все читали. Берем фонарик. Свет фонаря. Понятно. Какую-то взял пластинку непонятную. Так, книжку я взял. Так, книжку, подожди, посмотри. Да, это, получается, я буду сейчас искать все с самого-самого абсолютно начала. Стартовая область, получается, меняется. Но вряд ли, конечно, меняется сам остров. Просто я начинаю с другого... Да, ход началась. Я начинаю с другого места. Минус, опять-таки, наверное, все-таки в том, что я не понимаю, сколько у меня здоровья. То есть я не вижу, ну, допустим, ни физического здоровья, ни ментального здоровья. И вообще есть возможность лечиться, тоже непонятно. У меня есть какие-то мензурки. Что они означают, тоже непонятно. Инвентария у меня никакого нет. На Q и E ничего не работает. Один, это фонарик. Два, это вот книжка. На три ничего нет, на четыре ничего нет. На всех остальных ничего нет. РТ, Ф, вообще ничего нет, пофигу. А, это бросить, получается? С это сесть. З, Х. РТ. Ага. Кнопка G, получается, бросить. А, ну тут как раз есть маяк. То есть, по идее, я могу сейчас пойти в обратную абсолютно сторону. И собрать те же самые книжки. Ну, вернее, странички. Только единственное, получается, наверное, не стоит брать камень. Да, раз появляются какие-то щупальцы, и вообще непонятно, как их от них избавиться. Они просто за мной ходят и меня преследуют. У меня нет ни камней, ну, то есть, я не могу их выбросить. То есть, я как-то беру эти камни, непонятно для чего. Что с ними делать, тоже непонятно. А, а тут нет страничек, кстати, ты смотри. То есть, я могу вот это все дело почитать заново. Это мне все полное. Страничек здесь больше, получается, нет. Наверх я не залезу. То есть, даже поменялось место расположения страничек. Они везде разные, место расположения. Ну, это тогда добавляет играбельности. Но я бы не сказал, что сильно большое, да. То есть, ты по-любому остров уже будешь знать наизусть. Где находятся какие здания, будешь знать. Просто странички будут в разных местах и все. Ну, давайте просто хотя бы добежим еще до одного места. Тут был недалеко, получается, лагерь. Где-то прямо вот в этой стороне, да? Вот где упавшее дерево. Вот все было там. Попробуем до него добежать. Потому что пока, в принципе, мои странички ничего не говорят. Ну, вернее, моя книжка не подсвечивается. Значит, страничек здесь пока нет. Лучшим, конечно же, вариантом это все равно получается, чтобы странички были в каких-то определенных точках. Ну, то есть, какие-то здания, какие-то палатки. Ну, что-то такое значимое, что отличается. Не просто так где-то валяется на каком-то камушке. Потому что ты задолбаешься туда искать. Вот сейчас уже подсвечивается. Ты смотри. А вот куда идти? Ну, я так понимаю, что вот тут лагерь. Но подсвечивается прямо вот здесь вот. Почему так далеко от лагеря, но уже подсвечивается? Может быть, где-то там есть? Во, смотри, исчезла. Вот здесь есть. Ну, блин, еще подсказывал какое-нибудь направление. Вообще, было бы шикарно. Все-таки прямо где-то должно быть здесь, получается. Потому что, когда я подхожу, ну, иду к той статуе, здесь, получается, книжка вся тухнет. Значит, страничка должна быть где-то здесь. Может быть, на том дереве? А, нет, все потухло. Получается, что где-то должно быть здесь? Не, все опять потухло. Ну, тогда я что-то не понимаю реально. В общем, ладно, идем, получается, в сторону палаточного лагеря. Может быть, он как компас? Все потухло опять-таки. Не понимаю пока. Давайте дойдем до вот этой деревушки. Ну, пока ничего не горит. О, загорелась. Так, вот одна страничка. А ты не можешь взять, да? Что-то еще есть. Ну, здесь, по-моему, страничка так и лежала. И здесь тоже так же лежала страничка. А вот тут, по-моему, не было. Все, исчезло. Значит, я собрал все три здесь. Ну, понятно. Ладно, давайте тогда на сегодня закончим. Вот такая вот, в принципе, игра. В раннем доступе, получается, пока только доступна одна вот миссия культистов. Русского языка пока нет, но, скорее всего, когда уже будет релиз, то русский язык добавят, потому что в настройках он указан. Ну, и будет добавлена, получается, еще одна какая-то миссия. Возможно, будет постепенно добавляться что-то еще. Мне пока неизвестно. Вот такая вот игра. Пишите свои мнения в комментариях. У меня на сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, в Яндекс.Дзен, все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих играх. Всем удачи, ребята, всем пока.